Из книги «Открытый моком» 24-й тонн. Тема Лапкин книги. Вопрос 3582. С какого времени вы стали проповедовать в храме во время благослужения? И кто вам это разрешил, то есть благословил? И кто вообще следит за тем, правильно ли в храме произносится проповедь? И отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ясно, что не в Покровском соборе, куда я стал ходить с 1967 года регулярно, не пропуская службу. Когда мы сюда приехали из Новосибирска? Там это и сегодня под запретом. А вот когда мы стали отдельно собираться тогда, с 1991 года, это стало вполне возможно. А не только на улицах и площадях, не только в институтах, техникумах, училищах, школах, милиции, в тюрьме и иных местах. Но когда с 13 декабря 1997 года уже на Ползунова номер 6 провели первое богослужение, а 14 декабря 1997 года и первую литургию, тогда возможность говорить проповедь стала более реальной. Но так как милинину в храме нельзя говорить, то мы проводили богослужение не в самом храме, а в трапезной. Когда батюшки не было, столы опрокидывали один на другой и в тесноте до непобиди. Но вот вечером 23 декабря 1997 года на улице Никитина, 147, квартира 1, где мы до этого молились и где все еще был и алтарь, приехал епископ Евтихий с отцом и Акимом и рукоположил меня в исчезца, как бы специально для того, чтобы я мог говорить проповедь даже и при нем в храме. Так что епископ Евтихий в ее благодарен весьма, да и не я один, потому что вскоре были рукоположены еще четыре часа с возможностью говорить проповеди во время богослужения. Прошло шесть лет до 2003 года и ни одной проповеди еще нигде не было сохранено. Ушло все, не зафиксировано нигде, но разве все было сказано бесследно? А потом уж стали их записывать на пленку, и пошли они с седьмого тома, открытым оком в книгу, включительно по двадцатым томам вошло в книге 752 проповеди, уже вошли в двадцать первом томе 48, да, в двадцать второй том 49 проповедей. В книге к истинному православию в разделе о благовесии подробно рассказано, когда и кто запрещал говорить мирянам в храме проповеди. Раньше за тем, кому и что сказать, чтобы все сходилось с курсом царского самодержавия, взор последили царские опрещенки и стукачи от патриарха и синода. Но когда Бог смел их всех в отвал, тогда их место заняли служители иных, структур КПСС, пятый отдел КГБ, следили уполномоченные по делам религии, и сами епископы и настоятели душили от страха за свою жизнешку всякое проявление духа. Второе Тимофею 2.9. Но для Слова Божия нет уст. Всегда от Слова рождались новые члены церкви, а без проповеди царствует смерть проповедующему. Страшно завидуют все, и в первую очередь священники поплы. Премудро Соломона 2.24. Но и завистью дьявола вошла в мир смерть. Они тоже иногда говорят что-то, но когда их послушаешь, то не поймешь, кто перед тобой, мула или благовестник. Конечно, если они правильно говорят, даже с недобрым намерением, то и это на пользу. С филиппийцем 1.18. Ну что до того. Как бы ни проповедовали Христа, притворные или искренные, я и тому радуюсь и буду радоваться. Если бы и в храме нам запрещали, то мир огромен, виноградник Господний ждет всех. Не стойте праздновать, хозяин ищет парк, нанять. Деяние 10.47. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Кто может запретить благовествовать тем, которые получили Духа Святого, как и апостолы? Жды никогда старались очень ревно, что не хуже сегодняшних и их прихлебателей масонов. Деяние 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 7? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас крест того человека. Занялся недавно старыми своими архивами на магнитофонных катушках. И вдруг обнаружилось сразу еще 4 стихотворения только на одной пленке, которую я начитал, вернувшись из заключения в 1980 году, где их и написал. Сегодня мне так не написать бы уже затушевалась боль. Мы оформляли музыку с Лешей Речкуновым. Тогда издавал книгу стихов, они не вошли туда. И сколько таких встречал еще, которые иногда, как обрывки переплетенных письмах, встречаются. И еще нашел пленку, где я говорю проповеди в Тбилиси 29 марта 1981 года у баптистов в их собраниях. И каждое предложение переводят на грузинский язык, а другая проповедь на дагестанский. Я вполне их могу взять из книг. Учитель, если и мирской человек будет, но искусен же в слове учения и нравом чист, таковой да учит. Ибо написано, все научены будут Богом. Правило 15 апостола Павла. Кормча с оригинала патриарха Иосифа, лист 26 наобороте. Нужно развивать талант, а не зарывать его. Правильно ли говорится? Говорятся проповеди должны все следить и определять согласно Библии, а не по указке свыше одобрять. Дух Святой говорит, и он же определяет деяние 8.4, между тем рассеившиеся ходили и благоуествовали слово. Счастлив, кто на череде трудится, знаменито ему, и то уж силы придает. Что в подвигах его свидетель целый свет, но сколь и тот почтен, кто в низости сокрытый за все труды, за весь потерянный покой. Ни славою, ни почесть, ни льстится, и мыслью оживлю родной, что к пользе общей он трудится. Увидя, как пчела хлопочет в круг цветка, сказал орел однажды есть презрением, как ты, бедняжка, мне жалко, со всей твоей работой и умением. Вас волей тысячи все лет, а летят сот, да кто же после разберет и отличит твои работы. Я, правда, не пойму охоты, трудится целый век, что ж иметь в виду, безвестный умереть со всеми наряду. Какая разница между нами, когда, расширяясь шумящими крылами, ношу себя под облаками, то всюду рассеиваю страх. Не смеют от земли пернатые подняться, не дремлют пастухи при тучных их стадах. Ни лани быстрые не смеют на полях, не завидя показаться. Пчела, ответствую, тебе хвала и честь, да продлит над тобой завест твои щедроты. А я, родясь, труды для общей пользы не отличать, ищу свои работы. Но утешаюсь тем, на наши смотрят соты, что в них и моего хоть капля меду есть. Крылов Иван Андреевич, 1811 год.